Игрок на Бабахе сейчас покажет реально героический поступок, за который народ его рандом неожиданным образом вознаградит. В общем, сейчас вас ждет крайне такой красивый, эпичный бой с интересной предысторией. Обязательно советую досмотреть до конца, и вы поймете, почему я так сильно удивляюсь. В общем, все внимание сейчас на экран, Бабаха занимает вначале такую вот нестандартную немного позицию, не стал мешать он стоящему внизу во флиппазику. Ну и что же, будем ждать здесь противника, вообще опасная точка, сейчас можно очень легко светануться и получить таких люлей, что мало не покажется. Ну вот так решает Бабаха долго здесь не выжидать, кидает бландецкий по кустам и отправляемся на другую точку, которую, кстати, уже стерегут наши союзники, Гриль-15 и СТРВ-103-0. Ну что, будем здесь им составлять компанию? Нет, опять тоже Бабаха так культурно рядышком становится с ними, немного на другую позицию. И пытаемся выцелить впереди, там СТРВ-103-0, вражеская светится, если удастся в Бартятский ей залепить, то минимум первая тысяча урона нам обеспечена. Но я думаю, СТРВ-ха там прекрасно понимает, что ее ждет, если она выкатится, поэтому она этого не делает. Так, Бабаха переезжает и здесь, посмотрите, уже могут быть, кстати, цели, потому что наши тяжи как-то шатко смотрятся. Видим, что первую, вторую, вот этот квадраты, квадраты А1, А2 не смогли занять и оттуда сейчас штурмуют, так сказать, толпы вражеских тяжиков. Ну, кидаем первый выстрел непонятно куда и, как обычно, это происходит в бою, вот такая чистая ситуация, когда ты в КД, противники выкатываются, подставляются. Кстати, видите, что у нас там справа? Видели, да? Лежит, лежит СТРВ-ха. Сейчас по 121-м, ой-ой-ой-ой, первый выстрел на 1805 залетает, как же это сладенько было. Ну и решает Бабаха помочь, при этом рискуя, подставляясь под возможные выстрелы от М103-го. Это повезло, что М103-то, я не знаю, считает птиц в небе или чем он там занимается. А так мог бы и сюда и проблайнить, и закинуть, поэтому, можно сказать, Бабахенцию повезло. Но союзнику помог, поступок засчитан, и теперь смотрите, как неожиданно перевернется после этого все сражение. Действительно, начинаются чудеса вот с этого момента. Внимание на экран. Так, первый выстрел уже был хорош, но я вас уверяю, ребята, сейчас будет кое-что намного проинтереснее. Так, 430-й здесь давит вместе с объектом 705, который А. И кого же мы выберем? Выберем подарить фраг команде, потому что счет 1-5, который был до этого, не совсем радует. 2-5 тоже не сильно радует, но это уже лучше, чем 1-5 в любом случае. Ну и смотрите, как интересно все сложилось. Ровно 2 600 дамага у нас за первые два шота. Шеридан решает поджаться. 705-й здесь успевает проехать до нашего КТ. Будем считать, что пока ему повезло. А Шеридан здесь может нас неожиданно в любой момент светануть. Поэтому выкатываемся вот так нагло и на 1244 наказываем этого светлячеллу. Нормально бабаха нахлобучил, конечно, его. Так, на углу там 704-й пытается дефать. Ну, мне кажется, без помощи он нашей не обойдется никак. Ну и вообще ситуация очень плохая, потому что мы проиграли уже основные, главные такие тактические позиции. И враги фактически под нашей базой. И успешно, очень успешно рашат. Выезжает здесь М103. Это было слишком глупо. И 4 663 дамага на счету бабахи уже есть. Ну, неплохо, согласитесь. Неплохо. По-прежнему первый выстрел остается таким самым фееричным, самым сочным. Ну, в целом, 3 фрага. Выстрел по Шеридану и по М103 тоже не сильно отстают. Смотрелись они. Красиво выезжает стендартбэ, кидает нам на 344. А мы в ответочку, ваншотом на все его хп, на 1700. Ну, согласитесь, вот это уже, мне кажется, перебивает первый выстрел. Не перебивает по дамагу. Там было 1805. Но зато здесь чисто ваншот. Так, кранвагна можно бы попытаться добить. Но придется для этого реально сильно подставляться. Поэтому бабаха не рискует и, наверное, правильно делает. Видели, да? 705А начал рашить на арту. И, скорее всего, он сейчас бортом к нам повернут. Да, ну что, это гарантированный почти. Хотел сказать ваншот. Но нет, всего 517 дамага вылетает. Да ладно! Но, мне кажется, 705-й после такого уже не будет подставляться. Потому что он понял, что его здесь поджидает. 705-й прячется здесь за холдмиком, за горкой вот этой. Но бабаха решает чисто рашануть. Но оно и правильно, потому что там уже сзади, при счете 7-11, могут приехать вражеские ПТ. И, да ладно, 705-го вообще жизнь ничему не учит. Он продолжает дальше рашить и подумал, что ну раз в борт его бабаха не пробила, надо подставлять свою заднюю филейную часть. Надо бабахе помочь. 705-й прям молочинка в этом плане. 8500 дамага, ребят. Не, ну согласитесь, вот после того поступка, который наш бабахен сделал в начале, помог союзнику рандому, реально его награждает. И неужели здесь тоже залетит? Да, 1117 по 263-му. Согласитесь, тоже неплохо. В итоге уже почти 10 тысяч дамага. Я считаю, это не очень-очень хорошие результаты для меньше чем 7 минут боя. Так, Ягдтигр там щемится, но навряд ли он будет подставляться. Видим, что слева Проджета хорошо бы его подстраховать. Потому что, мне кажется, при счете 9-11, все еще очень неприятном для нашей команды, на Проджета могут воодушевленные противники, жаждущие поскорее победить. Мне кажется, будут на него рашить. И это так и происходит. Но там и без нас неплохо разбираются. Две СТРВ-хи сразу отлетают в ангар. Ну, здесь они, конечно, глупо сделали, что вот так выкатывались. Проджета была позиция повыгоднее. И вообще, у СТРВ-х нет башни. Поэтому, пока они доворачивались, он их нахлобучил. Там еще арта помогла. 704-й, посмотрите, куда добрался. Фулловый и подставляется под бабаху сейчас. Ну, это должен быть ваншот. Ай-яй-яй, пропал из-за света. Кидаем блайном на упреждение. И, по-моему, это залетело. По-моему, это залетело. Да, у него остается 297 хп. И у нас уже точно есть 10 тысяч дамага. 704-й рашет на Проджета. Но теперь опять у Проджета хорошая позиция. 704-й без башни. Что творит арта? Вот кто без башни? В прямом смысле это артовод вражеский. Просто там прыгает сверху непонятно куда. Ну, Шеридан разбирается с ним. 261 в свою очередь добирает 704-го. И вот счет уже 13-12. Уже победный. Ребят, сейчас будет финальная часть боя. А перед ней я вам напомню, что спонсор этого видео парни с очень классного сайта Vodhub, где вы прямо сейчас можете получить очень крутой премтанк. Там появился бокс с уникальным танком XOR-1008. Советую каждому его хотя бы пару раз открыть. Особенно если у вас этой имбы все еще нет. Ну и также на Vodhub можно получить золото до 25 тысяч голды. В уникальном контейнере в запасе. Советую тоже хотя бы пару раз попробовать. Ну а самое главное это промокод, который сейчас на экране. По нему, народ, вы получаете гарантированный подарок в бонус себе на аккаунт Vodhub. Гарантированный! Буквально каждому действительно залетит подарочек при пополнении. Вводите обязательно промокод. Вот на любую сумму, там от сотки, вводите промокод, пополняйте и смотрите, что у вас будет на счету. Там действительно очень неплохо. В общем, ребят, в закрепленном комментарии под видео, если что, находится и промокод, и ссылка на Vodhub. Заходите, ищите там, смотрите. Ну а мы смотрим дальше. И что же у нас здесь? А здесь Бабаха уже поджимает под вражескую базу. Ребят, кстати, еще напоминаю, что в этом видео также проходит розыгрыш золота от нашего канала. До 10 тысяч голды можно поднять. Очень простые условия. Подписаться, поставить лайк, включить колокольчик в режим все уведомления, и оставить позитивный комментарий. Сыграем ником и идти в контакте. Не забудьте комментарии, ребят. Любой комментарий напишите, это уже поможет видео. Например, у меня к вам вопрос. Какой из выстрелов Бабахи в этом бою вам понравился больше? Пишите, по какому танку. Так все поймут, потому что, по-моему, все танки были разные, по которым она кидала. Обычно я после выстрела Бабахи никто не остается в бою уже. Все возвращаются в ангар. Так, ну и здесь медаль Войноса, может быть, если снаряд не подведет, а он нас не подводит. Шесть фрагов. Ну и остается и Актигр, с которым и так неплохо разбирается Шеридан. Хотя вот сейчас Яга, может, его и подожмет. Смотрите, что творится там. Ну, учитывая, что Бабаха уже подъехал, ничего Ягтигру не поможет. Ну, тут вопрос, дадут ли нам седьмой фраг или нет. Дадут? Да, седьмой фраг тоже есть. Красивый бой. Смотрим итоги, а вы пока в закрепленном комментарии. Запишите промо-конец. Ну и смотрим итоги, ребят. Медаль Война, основной калибр Мастер. Мастер перевернул союзника и неплохо накидал. Я считаю, что рандом действительно отблагодарил нашего героя. Это, можно сказать, мгновенная карма. За то, что он действительно не прошел мимо союзника. Не проехал. И выехал. Спас его. Перевернул. И потом были такие ваншоты, что действительно хочется выйти в бой на Бабахе. И тоже попробовать так сделать. Ну, не факт, что получится. Вверху справа другой видос. Увидимся там, ну или в новых видео, которые скоро выйдут. Пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова